Летом в Польшу по местам трагедии Холокоста должны были отправиться 7 тысяч израильских школьников. Однако в связи с попыткой польской стороны вмешаться в учебный процесс, решили немедленно прекратить все поездки. Варшава настаивала на образе поляков исключительно как жертв нацизма. Два года формальным препятствием для посещения юными израильтянами Польши была пандемия. Теперь преграды не устранились, а умножились. Польская сторона направила Израилю обновленное соглашение, в котором потребовало право на редактуру учебных материалов и маршрутов поездок. В Израиле пошли навстречу и согласились знакомить израильскую молодежь с их польскими сверстниками. Однако Варшава сочла это недостаточно. Израильская сторона рекомендовала посещение Варшавского еврейского музея, где можно ознакомиться с историей местной еврейской общины. Но и это не удовлетворило, а усилило желание Польши контролировать визиты израильтян. Теперь, как написало израильское издание Войнет, поляки добиваются права накладывать запрет на неугодные им учебные материалы, изучаемые в израильских школах. Польша требует излагать свой нарратив, знакомить израильтян с историей катастрофы и с другими событиями периода Второй мировой войны, а также с богатой длиною в сотни лет истории жизни евреев Польши. Варшава настаивает на праве диктовать, чему учить израильских подростков в школах и что говорить им во время поездок по стране, а что умалчивать. Нельзя упоминать участие поляков в уничтожении еврей, говорить о польских полицаях, указывать на польские еврейские погромы, разграбление имущества и послевоенную резню. Таким образом, польские власти пытаются бороться с негативными стереотипами о польском народе в глазах израильтян и навязывать им свою интерпретацию событий. Изменения в израильской учебной и экскурсионной программе Польша основывает на законе о Холокосте, который приняли в Польше в начале 2018 года. Закон запрещает обвинять поляков в участии в нацистских преступлениях и прежде всего в планомерном уничтожении евреев во время Второй мировой войны. Согласно польскому закону, за такое обвинение виновнику грозит до трех лет тюрьмы. Также запрещено использовать словосочетание «польские лагеря смерти». Вместо них предписано говорить «нацистские лагеря смерти», расположенные на территории Польши. Ровно год назад, в июне 2021 года, Израиль и Польша уже пережили кризис в отношениях. Это произошло из-за закона проекта о реституции, согласно которому евреи не смогут получить компенсацию, восстановить право собственности на имущество, утраченное в период катастрофы и после нее. Эти законодательные акты резко осудили в Израиле. Министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что «никакой закон не изменит историю, и государство Израиль будет защищать память катастрофы, а также честь и имущество переживших ее». Польша, на территории которой убиты миллионы евреев, должна это понимать. Ответом Польши стали претензии к еврейскому государству и шквал требований, несовместимых с правдой и памятью о катастрофе. Кроме попыток внедрения в израильский учебный процесс, Польша запретила Израилю охрану юношеских делегаций вооруженными израильскими, а не местными охранниками. На данный момент родителям и детям объявили, что поездки в Польшу в этом году не состоятся. Однако в Ярусалиме надеются, что польская сторона должна понять, что никому не позволено вмешиваться в процесс обучения детей. Тем более, когда речь заходит об истории катастрофы, важнейшей теме для всего еврейского народа. Продолжение следует...